Вот эта новинка, которая даже среди новинок очень отличается своим вот таким экзотическим внешним видом. Вы видите, что она, как раньше говорили в кино, и в крапинку серобурмалиновой, и даже непонятно какого она цвета, и фиолетовые плечики, и красная мякоть, красное поле, фиолетовые плечики. Потом какая-то роза, желтые штрихи, и вот эти крапинки, пятнышки, которые ввели меня в заблуждение, вплоть до курьеза. Вот когда выращиваешь новинки, совсем-совсем новинки, и о которых информации мало, и которые ни разу не видел, то получаются вот такие смешные случаи. Я сейчас прям быстро расскажу. Когда начали появляться эти плоды, я же не осматриваю их каждый день, вот не хожу по полю и не смотрю прям ежедневно. Когда я подошла к плодам вот этой темной галактики, я увидела, что вот эти, как бы их объяснить-то вам, ну вот эти, видите, какие-то пятнышки. Я подумала, вот эти вот пятнышки, они все должны быть, но я подумала, что это что-то с томатом, что он какой-то ненормальный, что-то случилось, что-то заболел. И первые плоды, если честно, я даже выбросила. Потом, когда уже время выбрала и начала читать информацию, подробно изучила, что это отличительная черта, вот этот экзотический томат, он и должен быть в каких-то вот пятнышках, в крапинках весь. И поэтому он так и назван, что темная галактика, как будто это вот как наш космос, там же всякие вот эти пятна. И пятна, между прочим, не только штрихи, а вот эти вот пятна, они на каждом томате, как они образуются, я не знаю, наверное, генетически там заложено, что они должны быть такие. Как чаще всего бывает, вот самые-самые такие экзотические, самые необычные раскраски, это, конечно, американцы. Они приехали к нам из-за рубежа, и там любят селекционировать, удивлять внешним видом. Но на разрезе он обычный, нет никаких разводов, он равномерно, вот смотрите, он сверху красный как бы, а там он прям алый-алый малиновый, обычный томатный вкус. Я сейчас еще раз его попробую, и если некоторые новинки, вот такие, как, например, вот этот план номер 9 из открытого космоса, он и снаружи экзотический, и внутри он, ну как, поражает вкусом, очень сладкий, очень вкусный, то темная галактика, я скажу честно, она снаружи очень экзотическая, бросается в глаза, но внутри вкус у нее обычный томатный. Но сейчас, чтобы подтвердить, я еще раз попробую. Я вот сейчас еще раз попробовала, вкус обычный томатный, но приятный-приятный, он вот такой сладкий и с кислиночкой, но все равно, это не тот томат, который вас прям вот или сладостью поразит, или каким-то фруктовым ароматом. Вкус ближе к классическому, но так же размером он вас не впечатлит. Размер 100, ну может быть 120 грамм, вот я брала в руку. Вот такой обычный стандартный томат. Так что, смотрите, из достоинств самых таких бросающихся в глаза, это вот такой необычный внешний вид. Расцветка похожа, ну, космос, короче, какой-то космос, темная галактика. Похожа на нашу галактику. Размер небольшой, вкус такой томатный обычный, но понравится он, конечно, любителям экзотики, но очень необычно смотрится и на улице, и вообще даже когда не только на улице, а вообще необычная раскраска. Вот эта вот рябая, пестрая, какая-то как напыление, или как, я не знаю, откуда они берутся, эти пятнышки. Ну вот, очень интересный, конечно, очень красивый. Любителям экзотики советую хоть один куст у себя посадить, а если кто выращивает томаты только для того, чтобы вкусом насладиться, сразу говорю, вкус обычный. Спасибо. Спасибо.